Не хотелось бы про игроков в отдельности говорить, все-таки это мы команда и команда, если неудачно сыграла, надо все в целом смотреть. План на игру был, план выдерживался, думаю, что мы даже первые могли два гола забить, к сожалению, не завершили. Ну, естественно, на таком турнире надо свои моменты реализовывать, а соперник индивидуально сильно сыграл, ударил с 20 метров, попал в девятку, ну и, естественно, уже ситуация меняется. Ну, второй тайм мы вышли, естественно, отыгрываться, какие-то, не какие-то подсказы были определенные, которые надо делать, но второй гол, который из ничего созрел. Все-таки оптимизма нам не добавило, хотя уже мы после, перед вторым голом уже замена готовила, мы жимали Динова и Соболева, они должны были уже выходить, и в этот момент случился второй гол. Но они все равно вышли, мы, еще раз повторяю, отыграли один гол, хотели дальше развивать эту ситуацию, потому что все-таки они почувствовали неуверенность. Но при нашем стандарте, который мы подавали, не допадали, пропустили контратаку, а датчане в этом сильны, мы это изначально знали, поэтому не давали в первом тайме такие контратаки проводить. Вот я уже повторяюсь, не хотелось бы останавливаться на каких-то индивидуальных вещах, все-таки это игроки, которые сейчас переживают, я их поблагодарил за турнир, естественно, напутствовал, чтобы те, кто уже был на турнире, еще раз все проанализировал, кто не был на таком турнире, прочувствовал, сделал выводы, и дай бог, чтобы вот этот опыт, который они приобрели, а их было очень много футболистов, ну, фамилии перечислять не буду, их было человек 7, который первый раз у нас...